Привет, меня зовут Фёдор, я редактор Netatraders, и сегодня мы поговорим не столько о крипте, а о технологии блокчейна, о том, как сделать её прибыльной. И у меня в гостях Иван Маслов, операционный директор компании Bitfury в России. Bitfury — это крупнейший майнер в мире за пределами Китая и ведущий игрок на рынке блокчейн-разработки. Я, наверное, сначала немного представлю компанию, то есть Bitfury, насколько я понимаю, это компания, которая производит майнинговое оборудование, производит собственные чипы и также занимается разработкой приложений на основе технологии блокчейн. Иван, не мог бы сначала рассказать о том, собственно, с чего Bitfury начиналась? В 2009 году, когда биткоин только появился, наши основатели увидели потенциал технологии, поверили в том, что она может задисраптить рынок финансов, рынок доверия, и начали заниматься майнингом биткоина. Вначале просто на обычных компьютерах, по сути, на видеокартах и процессорах. И в какой-то момент загорелись идеей и поверили, главное, в идею о том, что можно сделать свой специализированный чип для майнинга биткоина. Ну, асик. Часто бывают разные легенды относительно того, как стартапы рождаются. Вот у нас такая тоже есть, но она, к сожалению, к счастью, наверное, не легенда. Это реальность. Два наших основателя загорелись этой идеей, подняли какие-то там деньги у своих друзей, знакомых. И один из них, не имея никакого опыта в создании чипов или микроэлектроники, заперся на... В гараже. Ну, не в гараже, на кухне на три месяца и сделал свою архитектуру чипа для майнинга. Она на тот момент была первая. То есть раньше, чем Bitmain? Да, да. Ну, это просто был самый первый чип для майнинга биткоинов. А мы о каком человеке сейчас говорим? Ну, у нас два там основателя. Это Валерий Вавилов и Валерий Небесный. Вот. Ну, технологическую часть взял на себя больше Небесный, а бизнесовую именно Вавилов. Соответственно, вы начали собирать собственные асики на собственных чипах. Где вообще чипы производились? Я не знаю. То есть вы сами их вручную собирали или как это вообще было? Ну, спроектировали мы, в первую очередь, архитектуру. Вот. Печатью чипов занимаются компании, которые на этом специализируются. Ну, они там на Тайване расположены, в Китае. После чипов мы начали упаковывать их в майнеры. Майнеры начали упаковывать в контейнеры для того, чтобы можно было, ну, такой мобильный дата-центр построить там, где дешевле электричество, там, где политический и, не знаю, просто климат лучше. А это какие годы примерно? В 15-м году где-то. И уже тогда у вас было достаточно денег, чтобы создавать собственные фирмы уже специализированные? Мы же инвестиционная компания, поднимаем постоянно раунды, ну, то есть ставим перед собой какие-то глобальные и локальные цели, поднимаем на них деньги. Получается, что вы придумали АСИК раньше, чем, соответственно, китайские компании, правильно понимаю? Да. А почему тогда китайцы заняли, ну, там, абсолютное лидерство вообще на этом рынке? Ну, тут есть просто разные стратегии развития бизнеса. Вот. Мы начали с того, что сделали свой первый чип, вот, но там с чипами история такая, что там очень, они очень чувствительны к цене, там, к цене производства, и, ну, чем ближе ты находишься, по сути, к месту, где эти чипы печатаются, тем ты, скорее всего, можешь дешевле играть, ну, лучше играть именно на цене этих чипов, вот, и на объеме. Вот. Мы же пошли в сторону того, чтобы строить из АСИКов майнеры, контейнеры и свои дата-центры, вот, и заворачивать всю эту историю в некий инвестиционный инструмент для институциональных инвесторов, вот, которым сложно работать, в принципе, с таким активом, как биткоин, которым сложно работать с Китаем по причине, ну, разности менталитета, в первую очередь. И вот именно на этом сегменте рынка мы чувствуем себя наиболее устойчиво, вот, мы в этот сегмент верим, и над ним фокусно работаем. То есть получается, что если там, условно, какой-нибудь Канаана или Битмен, они делают упор на розничные продажи, то вы делаете упор на корпоративных клиентов, скажем так. Да, можно сказать, на корпоративных, ну, и в первую очередь на том, чтобы построить для наших инвесторов полноценное решение, которое закрывает все вопросы. Ну, то есть дата-центр, оперирующий, так, чтобы инвестор мог в это не вовлекаться, просто там доверять нам свои деньги. Ну, а я правильно понимаю, что вы вообще сегодня, наверное, единственная западная компания, которая производит, собственно, майнинговое оборудование? Да. С нуля? Да. Соответственно, у нас были там периоды, там, сверхприбыли, я бы так, наверное, назвал это, там, 17-й, чуть-чуть, 18-й год. Вы в этот период, я так понимаю, заработали какой-то уже основательный капитал? Ну, можно так сказать, да, там, результаты 17-го, 18-го года были. Ну, а вот сам вот рынок майнингового оборудования, да, он сейчас, он, не знаю, он там больше, чем в 17-м, 18-м году, он меньше, то есть вообще в каком он вообще состоянии? Ну, по нашим оценкам, рынок существенным образом схлопнулся, там, в 4-8 раз, где-то с 17-го, 18-го года, с пика, вот, но он не является, как я еще раз повторюсь, фокусным для нас, то есть мы сконцентрированы на другом сегменте рынка, вот, просто продажи оборудования нас в меньшей степени интересуют. Ну, а даже вот корпоративные клиенты, то есть вы видите какой-то спад интереса, я не знаю, вот, окей, в 19-м году даже, когда уже там все говорили, что криптозима прошла? Ну, спад интереса, он в определенной степени есть, потому что интерес в данном случае существенным образом привязан к стоимости биткоина. Сейчас он, интерес, наверное, чуть выше, чем когда цена биткоина была 3,5 тысячи. На своем сегменте мы практически не чувствуем этого спада. Мы в контексте майнинга очень часто упоминаем Китай, и здесь есть у комьюнити такие опасения, там, называемые китайской угрозой, то есть это то, что большинство майнеров майнингового оборудования сосредоточено в Китае, и поскольку есть такая географическая концентрация, создается некая угроза того, что майнеры эти потенциально могут объединиться и совершить атаку 51%, грубо говоря, на сеть биткоина. На твой взгляд, эти опасения не оправданы? Ну, скорее нет. На мой взгляд, рынок майнинга существенным образом фрагментирован. По нашим оценкам, там, 3-3,5-4 гигаватта оборудования есть в мире. Ну, там, сложно посчитать, потому что есть разные поколения по эффективности и так далее. Вот, ну, примерно такое количество энергии потребляется на майнинг. Примерный размер, там, максимальный какой-то для промышленной фермы, это, там, порядка 100 мегаватт. Вот, то есть, ну, есть понимание о том, что у нас есть, там, несколько десятков или, скорее, там, сотен, там, крупных майнинговых, там, ферм. Ну, в России, по крайней мере, ферм мощностью 100 мегаватт, насколько я знаю, нет? Ну, так и есть. Ну, это, там, связано с законодательством, с тем, что у нас, в принципе, крипта, ну, к ней, там, с недоверием относятся. Но только вот битривер, он, да, в Братске, по-моему, построил, или где-то в Сибири, короче, они построили майнинговый центр. У него есть потенциальная мощность 100 мегаватт, но сейчас, по-моему, там, порядка 30 занято. Ну, да, это то, что из СМИ известно. Ну, да. Просто они сами утуждаются. Есть такие игроки. Ну, там, возвращаясь к вопросу об угрозе, вот, есть довольно большое количество просто точек, где майниться биткоин. Вот. При этом завод обычно строится, там, не под одного инвестора, а под пул инвесторов. Вот. То есть, там, договориться уже, там, на уровне со всеми этими инвесторами, чтобы, там, 50% рынка захватить, это, ну, такая сложная и дорогая задача. Вот. Не говоря уже о том, что, еще раз, там, весь биткоин, там, потребляет 3-4 гигаватта, вот, ну, и половина от этой цифры, вот, там, в час капает довольно существенная цифра просто по оплате за электричество, которая, ну, наверное, делает не самым выгодным мероприятием атаку на биткоин. Ну, и при этом, скорее всего, там, при такой атаке она не может пройти незаметным образом. Вот. Стоимость биткоина, там, существенно упадется, либо, там, произойдет какой-то форк. Ну, да, то есть, я думаю, с экономической точки зрения такая атака, она бессмысленна, потому что это сразу обесценит, собственно, биткоин. Ну, в том числе. Ну, это зависит от цели, ну, то есть, у кого-то, может быть, наверное, цель, связанная с тем, чтобы уничтожить сеть, вот, или, там, уронить биткоин. Ну, точно не у майнеров, не у тех, кто на этом зарабатывает, вот, не у инвесторов. Да, кстати, вот тоже интересный вопрос. Цена биткоина, ну, она очень волатильна, да, и достаточно, длительные периоды бывают, когда она, там, снижается достаточно серьезно. И, собственно, там, при каждом таком падении, да, вот я лично вижу в крипто-СМИ кучу статей, там, о том, вот, там, при каком уровне майнеры, там, начнут отключать оборудование, есть куча калькуляторов, там, прибыльности майнинга. Ты можешь сказать, соответственно, существует ли вообще, ну, такое понятие, да, то есть, как какой-то порог прибыльности для майнера? Ну, я бы... Какой он вообще, как он рассчитывается? Я бы сказал, что нельзя, ну, не совсем корректно, там, такую цифру называть для всех, там, прибыльность майнинга, ну, или, там, его окупаемость, она связана, ну, это как производная от двух основных параметров, это эффективность оборудования и стоимость электроэнергии, вот, соответственно, в разных комбинациях, у, там, у конкретного, там, пула, дата-центра или гаража, в котором происходит майнинг, своя цифра эффективности, вот, где он окупаем. При лучших комбинациях, там, цены на электричество и эффективности оборудования, там, по нашим оценкам, у нас есть сайты, которые будут эффективны при, там, двух с половиной, трех тысячах долларов за биткоин, вот, при этом, ну, надо понимать, что, там, если произойдет падение до таких цифр, то у тебя, там, часть майнинга, майнеров отключается от сети, сложность падает и, ну, возможно, цифра будет еще ниже, вот, там, этого порога. Давай вернемся к основателям, да, у вас ведь есть собственный центр обработки данных, правильно я понимаю? Что ты подразумеешь под центром обработки данных? Ну, окей, майнинговые фермы, цоды, дата-центры, как ты говоришь. Да, да, у нас, ну, собственно, первые дата-центры мы построили в Грузии, вот, там, и до сих пор у нас есть два дата-центра общей мощностью где-то на 100 мегаватт. Я так этому и клоню, на самом деле, то есть, вот, как еще раз основатели звали? Два Валерия, Валерий Небесный и Валерий Вадилов. Ну, подозрительно русские имена, насколько я понимаю, они проделись и выросли в СНГ. Валерий Вадилов в настоящий момент глава компании и основной владелец, он выходец из Латвии, вот, мы больше считаем себя европейской компанией, у нас работает порядка 400 человек по всему миру, офисы есть в самых разных местах, в Канаде, в Норвегии, в Америке, в Дубае, Германии, и, там, главный операционный офис у нас в Амстердаме. Да, также есть люди в Москве, в Киеве, есть в Казахстане офисы, и один из самых больших офисов в Грузии, вот, но суммарно, я бы сказал, представителей СНГ в нашей компании, там, порядка 100 человек, наверное. А почему вообще, вот, я часто в контексте Bitfury слышал про Грузию, а почему, почему именно там решили начинать, и, то есть, я так понимаю, у вас там большая доля бизнеса сосредоточена? Ну, там, это оценочное осуждение, наверное, большая доля бизнеса или нет. Исторически так сложилось, одни из наших, там, первых инвесторов были с Грузии, соответственно, Грузия была одной из тех стран, которая поверила в потенциал блокчейна как технологии для каких-то государственных систем, вот, мы в Грузии сделали наш первый кейс внедрения блокчейна в госуправление, вот, например, Гарвард приводит в своих курсах, вот, наш кейс с Грузией как первый в мире опыт применения блокчейна для государства, вот, мы сделали там реестр недвижимости на блокчейне. Просто историческая связь, там, довольно компактное государство, которое хочет быстро меняться, вот. Ну, а вас можно вообще назвать такой, знаешь, вот как про Павла Дурова говорят? Павел Дуров уже давно уехал из России, там, продал все здесь, там, делает какой-то свой бизнес, но для нас, да, для граждан России все равно, ну, типа так, ну, русский бизнесмен, то есть он там может быть не гражданин России, но он русский бизнесмен. А мы можем говорить о том, что Bitfury – это, да, международная, большая европейская компания, но с российскими корнями. Российский ДНК, знаешь, как это говорят? Скорее, нет. Представителям России, наверное, приятно везде видеть российскую ДНК, но тут я бы сказал, что она скорее европейская, потому что ментально, ну, зная там наших основателей... Ну, одно другому не противоречит, в моем понимании. Ну, это, еще раз, там будет какое-то оценочное суждение, там, российская компания или не российская. Мы там ее считаем европейской в большей степени, ну, и цифры, там, не знаю, количество наших сотрудников говорят, наверное, о том, что мы скорее европейская. Вот. Но, тем не менее, вы, в отличие от Павла Дурова, наоборот, в Россию заходите очень активно. Ты сказал про реестр недвижимости в Грузии, но ты занимаешься продуктом корпоративной и государственной блокчейн Экзоном, да, в России именно? Мы считаем Экзоном фреймворком для построения приватных блокчейнов. Приватные блокчейны, они могут быть использованы как в государстве, так и в корпоративном секторе, вот, а в России мы сконцентрированы на создании такого локализированного решения, там, некой интерпрайз-версии Экзонома, опенсорсного, которую мы называем Экзоном-CIS. Вот. То есть мы целимся, в общем-то, на рынок СНГ скорее. То есть, если говорить о каких-то аналогах, это, ну, условно аналогах, то это типа как Hyperledger или Corda, вот эта вот тема? Не в прямом смысле. Мы, опенсорсный Экзоном, он, наверное, там, напрямую конкурент Hyperledger и Corda, вот. Именно российское подразделение создает интерпрайз-версию опенсорсного решения, который... То есть это какая-то отдельная какая-то... Ну, скажем, это улучшенная версия, там, бесплатного решения. Инструмент, которым по сравнению с тем, что лежит в опенсорсе, удобнее, быстрее, качественнее можно создавать интерпрайз-продукты. Хорошо. Ну, я, наверное, задам такой большой вопрос. Все говорят, что блокчейн надо внедрять. Там, или, окей, говорили очень активно об этом, там, в 18-м году, что вот нужен некий адопшн технологии. Сейчас, ну, что я видел в 19-м году, вроде как уже все стали менее рьяно говорить о том, что блокчейн нужен просто везде, а более как-то, не знаю, точечно его, что ли, продвигать. Я сейчас говорю именно о реальной экономике, да, то есть не про финансы, не про крипту, а вот именно про внедрение неких блокчейн-решений, приложений в какие-то уже существующие бизнесы. На примере Exxonum, где и зачем нужно применять блокчейн? Ну, тут можно не ограничиться именно Exxonum. Блокчейн нужен там, где есть некоторое количество участников, больше одного в абстрактном процессе, там, бизнес-процесс или какой-то другой. Вот, несколько вовлеченных лиц, между которыми существует недоверие и, ну, возможно, автоматизация, я бы так сказал. Вот, если у тебя есть все эти факторы, то ты можешь там успешно и эффективно применять блокчейн, который, конечно же, не является панацеей от всех болезней. Вот, ну, кейсы могут быть там совершенно разные. Это может быть там реестры недвижимости, с которых мы начали, там, в частности, в России. Вот у нас был опыт создания решения в этой сфере с Росреестром Я и ЖК. Мы сделали систему, которая процессила договоры долевого участия, вот, ну, до тех пор, пока они были законны в нашей стране. Также блокчейн выгодно применять в разных сферах, связанных там с голосованиями, с очередями там на недвижимость, там, очереди в детские сады, распределение каких-то квот, благ, там, не знаю, дотаций. Довольно широкая область применения там в бизнесе, связанная, например, с факторингом. Ну, а ты можешь вот, не знаю, вот нашим зрителям, слушателям, мне, как человеку, в принципе, ну, там, далекому от этого объяснить, а чем блокчейн вообще может, что он может сделать лучше, то, что уже есть сейчас. То есть вот мы видим, что Росреестр, он и так, ну, достаточно цифровизированная такая система, да, большое количество услуг можно получать онлайн. Что здесь блокчейн может сделать? Сам Росреестр, да, там действительно на высоком уровне присутствует цифровизация, там уже, наверное, почти все оцифровано, вот, и все процессы оцифрованы. Тем не менее, у тебя единственный, по сути, хранитель, там, всех данных, которые более чем чувствительных этих данных, которые есть, это орган Росреестр. И в этом смысле в Росреестре, к примеру, есть там свои администраторы, которые в классической базе данных могут в любой момент что-то поменять. Ну, и, там, не знаю, ссылаясь на какие-то публикации в СМИ, там происходят какие-то изменения постоянно, более или менее постоянно. Ну, плюс бывает там, на самом деле, когда просто все падает, то есть вся база данных, ну, иногда были такие моменты, когда она просто была недоступна. Да, ну, вопрос доступности, там, это отдельный вопрос, вот, децентрализация, конечно, решает и эту проблему. Но наиболее чувствительная проблема, с моей точки зрения, ну, и с нашей, наверное, как компании, она в том, что доверие к данным, которыми владеет только один человек, ну, или одна компания, организация, оно существенно ниже, чем если хранить эти данные распределенно, при этом технология позволяла бы хранить эти данные в консистентном виде гарантированно. Вот, ну, то есть, как бы, в этом смысле блокчейн, это прямой аналог, я не знаю, книгопечатания. Есть миллионы версий Корана и Библии, вот, и от того, что ты поменяешь, там, в своей книге какие-то строки, псалмы или даже главы, у других участников изменения не произойдет. А как это выглядит на базовом уровне? Есть какая-то база данных у Росреестра, да, и только Росреестра имеет к ней доступ, и его сотрудники там могут как-то данные этой базы менять. А при блокчейне возможно то, что, грубо говоря, копии этой базы данных, которые все одновременно, грубо говоря, обновляются и друг друга как-то верифицируют, они находятся не только у Росреестра, но и у всех, грубо говоря, там, заинтересованных лиц, да, там, контрагентов, пользователей и так далее. Ну, как подобная система могла быть построена бы в рамках страны, и это, там, выделить разные органы? Ну, окей, а потом у вас с ДДУ как это было построено? В чем было отличие от классической схемы? В ДДУ, там, соответственно, участниками процесса является Росреестр, это, ну, основной владелец этих данных. Также в процессе, ну, там, регистрации ДДУ и подтверждения, собственно, договора, его валидности, принимал участие агентство ипотечного жилищного кредитования, которое сейчас называется Дом.РФ, вот, и также там был в свое время создан страховой фонд, вот, не позволяющий регистрировать договоры долевого участия, если застройщик не оплатил страховой взнос в страховой фонд. Вот, собственно, тот процесс был организован между, в первую очередь, вот этими тремя сторонами, и предполагал осуществление проверок, вот, наличие страхового депозита в фонде, как основное условие регистрации договора долевого участия. От застройщика. От застройщика, да. Вот, и, ну, что важно, что ни один из участников не мог поменять, собственно, базу данных, вот, и, там, это на технологическом уровне сводило к минимуму, там, вероятность того, что все-таки, там, зарегистрируют какие-то договоры долевого участия, когда застройщик не заплатил страховой взнос, вот, ну, то есть, по сути, наша технология позволяла исполнить закон в том виде, в котором он был написан. Вы вообще с кем планируете дальше работать? То есть, куда вы хотите, собственно, внедрить блокчейн в России, в российские цифровые, вот, государственные сервисы? Ну, как я сказал, мы делаем инструмент, в первую очередь, для создания приватных блокчейнов, и распространять этот инструмент хотим совместно с нашими партнерами, это, ну, по сути, классические, в первую очередь, системные интеграторы, вот, которые, там, сотнями и тысячами делают проекты для государства, для каких-то больших и малышных корпораций. А название можно назвать какие-нибудь ваших партнеров среди интеграторов? Ну, да, вся, там, не знаю, топ-10, там, Крок, Ланит, Технопром, Сибинтек. Ну, вы с ними обсуждали, где им было бы интересно, условно говоря, вот ваше решение использовать? Ну, да, конечно, это, там, постоянный процесс, когда мы собираем с наших партнеров требования. Какие уже есть, собственно, идеи, вот, по поводу внедрения блокчейнов? Ну, я уже их озвучил, это, там, очереди, это аукционы, это всевозможные, там, системы распределения дотаций, субсидий и так далее, это факторинг, мы искали свое место на этом рынке с помощью, ну, там, нашего софтверного направления, это Exxonum, там, Pitch, Lightning Pitch, наш продукт, и Crystal, вот, ну, больше всего, наверное, сейчас верим именно в Exxonum на российском рынке. Начали создавать, ну, и пытаться найти сегмент рынка, где можно активно применять приватные блокчейны. Начали собирать требования, которые, там, позволили бы сделать продукт именно успешным, именно на российском рынке, на рынке СНГ, вот, собственно, для этих целей мы создали российские юрлицы, вошли в реестр отечественного ПО, создали кастомизированное под именно российский рынок решение Exxonum. Это конца прошлого года, правильно понимаю, вошли в реестр? В реестр вошли в августе 2019 года, вот, или в сентябре, там, протокол вышел, вот, о нашем успешном включении. Вам это нужно, чтобы сотрудничать с... чтобы ваше решение, да, чтобы ваш приватный блокчейн, да, Exxonum, он мог применяться, соответственно, там, в работе государства? Ну, чтобы он мог быть куплен государственными органами либо госкомпаниями, потому что, ну, сейчас политика направлена на, там, снижение зависимости от международных каких-то игроков, вот, пытаются вырастить своих, локальные компании, вот мы являемся, по сути, такой локальной компанией, которая производит софт, вот, в соответствии с правилами реестра отечественного ПО, вот, мы нацелены на то, чтобы уже встроили российскую криптографию, которая как раз отвечает российскому ГОСТу, и нацелены на то, чтобы получить сертификат соответствия у ФСБ. Вы делаете блокчейн как Exxonum CIS, ты говоришь, то есть это именно адаптированный для российского рынка, да, для российских клиентов, он соответствует некому ГОСТу по криптографии, так понимаю? В него встроены существующие на российском рынке криптопровайдеры, вот. Ну, требования, как бы, криптографии, правильно понимаю, тоже российские? Ну, первоначально, там, требованием к криптографии отвечают как раз криптопровайдеры, мы там свой криптопровайдер пока не писали, мы там используем существующие на рынке решения, вот, интегрировали внутрь, и вот сертификат фсб, который мы надеемся получить, он как раз говорил бы о том, что мы корректно интегрировали криптографию внутрь. Слушай, а тебя не смущает такая история? Вот смотри, ну вот есть биткоин, да, и его технологии, в том числе с точки зрения криптографии, да, они, во-первых, достаточно современные, во-вторых, они созданы и дальше развиваются самим сообществом разработчиков, да, достаточно большим, то есть это open source технология. Здесь же мы говорим о том, что блокчейн, значит, во-первых, есть некие российские стандарты, которые писали с людьми, я так понимаю, да, и есть еще некие контролирующие органы, надсмотрщики в виде там ФСБ, например, которые, я думаю, тоже принимают в этом участие и тоже предъявляют какие-то требования к криптографии, которую вы используете. Ну, это так вообще выглядит все? Ну, криптографические стандарты, они там регламентированы какими-то нормативными актами, в первую очередь, которые создавало, ну, то или иное подразделение ФСБ. Прекрасно, ну, а ведь эти акты, их же пишут люди, это первое, а второе, а эти акты, они, на твой взгляд, они своевременно обновляются, то есть они современные, ну, то есть вот те требования к, собственно, к криптографическим методам, да, там, у вас или у других там блокчейн-решений, они соответствуют вообще духу времени? Ну, я тут не вижу какого-то там существенного различия между той криптографией, которая используется в биткоине и там российским стандартом, ну, там несколько, на самом деле, стандартов криптографии, там, по современности они, наверное, сопоставимы, вот, другой вопрос, что, ну, и по подходам создания этих стандартов они тоже очень близки, другой вопрос, что, как бы, международные стандарты, например, в Америке, они проходили, их создание проходило по открытым конкурсам, вот, там была создана конкурентная среда, в которой, там, из, насколько я помню, там, десяти решений отбиралось одно, вот, и весь процесс отбора... А в России из одного решения избиралось одно? Ну, там, в России, в общем, не было этого публичного обсуждения и публичного тестирования вот этих стандартов, поэтому, ну, тут есть, там, какой-то элемент, возможно, недоверие к ним со стороны, там, широкой общественности. У вас какие-то кейсы уже есть вообще внедрение, собственно, вашего блокчейна экзона? Да, там, в большом количестве у нас есть, там, кейсы предварительного квалификационного отбора на блокчейне, кейс с Росреестром по ДДУ, есть, там, кейсы с корпорациями, там, не о всех на текущий момент можно рассказывать. Ну, о ком ты можешь рассказать? Ну, например, там, с РЖД мы пробовали создать систему по отслеживанию жизненного цикла колесных пар, вот, по сути, у тебя, вот, классический пример того, где у тебя есть большое количество разных лиц, там, сторон, которые принимают участие в жизненном цикле, ну, соответственно, есть просто колесная пара, вот, у нее есть владелец, есть, там, ремонтники, там, разные совершенно заводы, которые, там, их ремонтируют, есть РЖД, которая, там, на контрольных пунктах проверяет соответствие стандартам и параметрам, вот, и между ними происходит постоянно, ну, перемещение этих объектов, вот, при этом часто перемещение происходит где-то далеко, владелец, там, сидит со своей головной компанией, а, там, в Москве у него, там, офис, колесная пара находится где-то далеко, перевозит ее, там, РЖД, ремонтирует, может быть, там, свой завод, может быть, какой-то другой, там, возможен обмен на какие-то новые запчасти в случае, там, несоответствия и так далее. И вот это все очень сложно отследить, ну, и поскольку, там, большая часть этой информации, она еще и на бумаге, то вот это такая головная боль. Так а что, у вас получилось что-то поменять в РЖД? Ну, это было пилотное решение на Октябрьской железной дороге, вот, оно, собственно, позволило выстроить прозрачным, сделать прозрачным жизненный цикл колесной пары, вот, и что важнее, оно создает возможность для коллаборации между владельцами подвижных составов, непосредственно владельцами колесной пары, вот, и создает возможность оптимизации, то есть, там, не позволяет не хранить, там, большие запасы запчастей на складах, вот, а скооперироваться с другими владельцами подвижных составов, там, хранить общий какой-то объем, вот, и его совместно использовать, что позволяет сократить существенным образом издержки. Ну, проще говоря, это экономия за счет упрощения логистики и более достоверной информации, собственно, об объекте, да? Да, ну, за счет именно создания доверия между людьми, которые конкуренты, на самом деле, ну, там, на более высоком уровне, они конкуренты, но на уровне, там, помочь друг другу, там, предоставить запчасти, они вполне могут работать, вот, и мы стараемся создать технологический инструмент, который решает этот вопрос доверия. Расскажи такую вещь, вот, смотри, Россия, она, ну, там, государство в России, оно, ну, там, не настолько богатое, как государство в Европе, да, то же самое, но при этом вы активно, там, продвигаетесь здесь, а почему вообще? Немножко скажу о том, что нас, в принципе, мотивирует. В мире есть, ну, можно сказать, кризис доверия. Люди перестают доверять, ну, или все меньше доверяют государствам, бизнесу, некоммерческим организациям, и, ну, там, единственное, наверное, что в этом тренде ведет себя чуть лучше других, это, там, технологии. Вот, доверие к технологиям у людей либо растет, либо остается, там, на прежнем месте. Там есть такое, такая компания Edelman, она вот ежегодно с 2001 года публикует барометр доверия, это, там, их исследование по многим странам, и на основе этих опросов они формируют, в общем-то, уровень, ну, там, индексы и рейтинги доверия по странам. Согласно этим, этому барометру, доверие, там, ежегодно падает, и, там, в текущий момент, по сути, находятся, там, на исторически низких отметках. Эта проблема, она, в общем-то, довольно давно там возникла, и ее общество пытается решить разными методами. В результате попыток решения этих задач возникают какие-то технологии, там, одна из первых таких технологий, это, там, торренты. Вот, они позволяют без контроля и регуляции, там, государства, либо, там, какого-то бизнеса обмениваться файлами. Вот, дальше, там, не знаю, появились какие-то разные, всевозможные уберы, которые позволяют, там, человеку с человеком взаимодействовать, вот, и, там, производить обмен, там, товаров на услуги или услуг на деньги, все, что угодно. Блокчейн, в этом смысле, это именно та технология, которая тоже является ответом на этот вопрос, на вопрос доверия, и позволяет, в общем-то, перенести доверие с уровня, там, межчеловеческих взаимоотношений или отношений государства-человек на уровень технологий, вот, и позволяет это сделать для очень широких масс... Ну, грубо говоря, там, с точки зрения бизнеса, получается, да, то есть ваша, там, вы видите для себя возможность заработать на создании или, там, на возвращении вот этого доверия к разным институтам, организациям, там, компаниям и так далее. Да, именно так, и, ну, в частности, там, почему мы работаем в том числе в России, потому что, ну, работаем там, где больше проблемы отчасти, ну, то есть на самом деле у нас подобная активность ведется, там, везде, где мы присутствуем, то есть, там, и в Америке, и в Европе, и так далее, у нас есть проекты по внедрению, там, приватных блокчейнов в эти сферы, вот, но в первую очередь, ну, там, я бы сказал, что в России у нас, там, в определенном смысле наибольший потенциал, вот, по внедрению, потому что... Доверие ниже всего. Ну, согласно определенным исследованиям, да, так и есть. Ну, а вот, собственно, эти самые институты, организации, компании, они, для них эта проблема существует вообще? Да, я бы сказал, что существует и очень остро стоит, потому что мы же живем во время, когда есть глобальная мобильность и вообще глобализация, вот, сейчас ничего не стоит, там, для человека или для целой семьи переехать в другую страну. Есть мобильность не только людей, но есть мобильность капиталов, там, компании очень легко переезжают из одной юрисдикции в другую. И в этом смысле доверие – это один из основных критериев, по которому люди выбирают, там, свое, там, место жительства, место регистрации компании и так далее. Многие страны это, там, тонко чувствуют. Вот, блокчейн, в принципе, считается одной из технологий, которые позволяют, там, осуществить четвертую промышленную революцию. Обращаясь к историческому опыту, понятно, что страны, которые возглавляют, там, технологические революции, они претендуют на что-то лучшее в мире, в постреволюционном мире. Вот, поэтому есть много стран, которые, там, фокусно занимаются решением этой проблемы. Ну, например, Грузия, вот, как один из наших, там, первых примеров. Вот, ну, и то же самое возможно и в России, ну, по крайней мере. А есть вообще какие-то кейсы, собственно, вот, внедрения, ну, в госуслуги, окей, вот, которые вышли уже за пределы пилотов, да, то есть ты назвал, окей, Росреестр в России, в Грузии это как земельный реестр или реестр недвижимости, тоже вы, ты уже упоминал об этом. То есть это что? И то, и другое, это не пилот в настоящий момент, это, ну, постоянно работающая технология. Когда строят какой-то реестр, получается? Да, 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 собственно, при любой операции со своей недвижимостью, которую ты регистрируешь в Национальное агентство публичного реестра, регистратор грузинский называется, вот, ты получаешь, помимо обычного свидетельства, вот, еще и хэш транзакции, которая фиксирует то, что ты сделал. И ты ее где-то можешь проверить. Да, там есть связь между системой грузинской и биткоином, вот, там, ну, если ты математик, то можешь просто там на бумажке там проверить, что там хэш совпадает, вот, ну, и там есть прецеденты использования этих доказательств. И какие у них, собственно, результаты? То есть вот у них там, ну, вы же как-то это, наверное, проверили, то есть там, не знаю, количество ошибок, там, количество фальсификации, оно там упало там на сколько-то. То есть можно вот в цифрах, грубо говоря, говорить о результатах? Тут очень сложно говорить о... Или там стоимость, стоимость работы самого реестра, например, снизилась там? Ну, здесь конкретно, здесь вопрос не лежит в плоскости стоимости самого реестра. Ну, администрирование, я имею в виду. Не, ну, еще раз, в данном случае технология не нацелена на то, чтобы там снизить администрирование реестра. Мы здесь что, предотвратили какие-то возможные махинации, вот, с точки зрения эффекта, ну, крайне сложно сравнить, потому что как померить, сколько было махинаций до того, как мы внедрили нашу технологию, непонятно. Вот, но есть рейтинги, там, doing business, там, доверие к государству, там, еще какие-то, вот, там, инвестиционная привлекательность. И, ну, мы считаем, что мы там внедрением, ну, не только мы, а, собственно, сам NAPR считает, что внедрением этой технологии, вот, мы, там, оказали влияние позитивное на эти рейтинги, вот, и, соответственно, сделали просто невозможными махинации с недвижимостью. А вы, собственно, как являетесь сейчас оператором, ну, вы как-то до сих пор работаете с Росреестром грузинским, или вы просто ему, как бы, это отдали, продали, и, как бы, все разошлись? Грузинский Росреестр, это не самая правильная? Ну, я так его называю. Ну, как бы, сделали проект интеграционный, он, там, в текущем виде работает, у нас есть намерение, там, расширять функционал, вот, мы в этом плане тесно взаимодействуем с представителями NAPR, вот. Вот, но оператором непосредственно является Грузия, ну, поскольку там, реестры, в принципе, чувствительные. Я просто пытаюсь понять с точки зрения бизнеса, то есть вы, это как, вы какой-то контракт просто его выполняете, они вам платят деньги, и вы им уже даете, условно, продукт в руки, ну, как-то их обучаете, я так понимаю, там, им пользоваться? Или вы как-то его поддерживаете? В первую очередь, да, мы создали для них продукт, продали, там, установили, обучили людей с ним работать. Мы осуществляем для них запись в публичный биткоин-блокчейн какой-то информации, вот, которую оттуда уже не удалишь, и это, там, сервис. Окей, кроме Грузии, я, насколько знаю, есть еще пример в Украине, то есть вы, по крайней мере, принимали, насколько я знаю, какое-то участие в аукционе, в создании вот аукциона OpenMarket, да, в переводе его там тоже на блокчейне, я так, я не знаю, то есть он, опять же, полностью там, типа, переведен или там как-то частично какие-то отдельные операции. Ну, вот это, там, очень хороший случай, где выгоду очень легко посчитать. Вот, собственно. Это, так, для зрителей, да, это государственный аукцион конфискованного имущества, правильно? Да, да, да. То есть, там, и движимого, и недвижимого. Именно так. Собственно, основная задача аукциона – это реализовывать что-то конфискованное, и работу аукциона очень легко всегда нарушить. Каким образом? Ну, то есть, там, ты участвуешь в чем-то, и, там, если ты поучаствовал, но не выигрывал, то можешь всегда подать, как бы, протест в том или ином виде, и затеять разбирательство, там, кто прав, кто виноват. Вот, таких разбирательств до внедрения блокчейна, там, были тысячи. Вот, там, после внедрения блокчейна, там, сократили до единиц. За счет чего? Просто за счет того, что, ну, с чем спорить? Вот, если у тебя блокчейн – это что такое? Это, там, база данных, которую нельзя изменить, ну, в первую очередь, вот, которая, там, для того, чтобы быть неизменной, она, там, распределена, защищена криптографически, там, связана с бизнес-логикой и так далее. Но, там, если совсем упрощать, то это база данных, которую нельзя изменить. Вот, и если раньше, возможно, были какие-то, там, споры относительно того, какая информация была, скажем, при объявлении аукциона и какая она стала после его проведения, то сейчас это невозможно, потому что, там, все шаги, вот, все ставки и все значимые действия, они проводятся на технологии блокчейн, вот, то есть, там, и, по сути, не изменяются. Соответственно, мы создали решение, которое, опять же, таки, там, технологическим образом решает вопрос доверия у тех, кто участвует в аукционе, пытается, там, что-то приобрести у государства к оператору этого аукциона. Вот, и, ну, то есть, самые базовые кейсы, как можно, там, ну, о чем, в первую очередь, думаешь про махинации с аукционами, это то, что, там, выставили один лот с одним описанием, вот, сыграли его, там, по, там, сниженной цене, ну, предположим, это машина, вот, там, от того, с шестнадцатого года она или шестого, там, многое, что зависит, вот, наверное, там, в классических системах, возможно, где возможно изменение данных, вот, может быть, продаваться сначала машина шестого года, вот, а когда она продалась, и кто-то конкретный выиграл, вот, то она может сразу стать шестнадцатого, вот, и в этом смысле, ну, произошло, очевидно, там, несправедливое распределение вот государственной собственности. Вот, это одна часть кейсов, другая часть кейсов, наверное, связана с тем, что, там, если описание, там, правдивое и правильное, то можно с электронными аукционами манипулировать, там, с порядком голосов, вот, и ставок, которые происходят, вот, и с формированием итогового протокола по аукциону. Вот мы, собственно, с нашим решением можно закрыть все эти вопросы. А, собственно, этот аукцион, он уже полностью работает? Да, он уже несколько лет работает, там, из последнего, я, там, не знаю, полгода назад заходил, там можно было купить несколько тонн лифчиков. Ну, как и в случае с Грузией, вы все равно как-то его поддерживаете, работаю? Ну, там, как классический поставщик софта, у нас там есть какие-то отношения, связанные с поддержкой текущего решения, вот, ну, это как раз... Контракт вы исполнили основной? Да, да. Ну, хорошо, а ты еще упоминал про, если вернуться к России, про услуги типа как очереди, можешь об этом вот поподробнее рассказать, что вы делали? Ну, если поговорить про проблемы между доверием и... Проблемы доверия между... Обществом и государством. Обществом и государством, то одна из проблем, она там связана, когда распределяются какие-то блага, это может быть, там, недвижимость, это может быть, там, дотация, это может быть бесплатное лекарство. Ну, социальные услуги. Социальные услуги, да, ну, если широким словом описывать, вот, и у нас есть, там, пример, сделанный нашими партнерами в Перми, вот, это система очереди на жилье, вот, ну, у нас в определенной степени социальное все еще государство, вот, есть категории граждан, которым полагается недвижимость от государства, и они встают в очередь, вот, и там есть какая-то приоритизация, приоритизация между разными группами, кто должен получить, вот, ну, и в первую очередь, там, все недоверие связано с тем, что, как эта очередь ведется, вот, кто ее администрирует, не меняется ли там порядок людей, помимо того, что можно просто фиксировать, там, последовательность событий, там, появление каких-то объектов для распределения объектов недвижимости и того, как люди встают в очередь, вот, можно еще и саму бизнес-логику в виде смарт-контрактов реализовать на блокчейне. То есть, это какая-то последовательность действия, условно, то, что, там, человек, там, подает какую-то заявку, да, или, там, встает в очередь. Да, 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 ну, как процесс происходит? У тебя, там, есть очереди формируются тем, что люди подают заявки, ну, по сути, там, закрепляют свое право и, там, на какое-то место в этой очереди, вот. Вот, очереди есть, там, для разных групп, могут быть, там, я не знаю, не будем уточнять для каких, вот, ну, всевозможные могут быть группы, вот, и появляются, там, время от времени объекты недвижимости. Вот, там, пришел объект, там, смарт-контракт пробежался по очередям, нашел, там, первого человека, который подходит под эти критерии, ну, условно говоря, что ему нужна, там, двухкомнатная квартира, и пришла двухкомнатная, вот, и распределил, вот. При этом, ну, то есть, нельзя, ну, незаметным, нерегламентированным способом засунуть кого-то вперед. Вперед, да. А, собственно, вот, получатели услуг-то, сами граждане, они могут, для них эта система прозрачна, то есть, они могут проверить что-то, если там у них есть какие-то сомнения? Или это какие-то контролеры, ну, опять же, все проверяют? Тут стоит вернуться немного к тому, что такое экзоном и что такое приватный блокчейн. Вот, конкретно в экзонуме есть узлы-валидаторы, соответственно, те, кто непосредственно участвуют в записи новых транзакций, ну, и, соответственно, владеют полной копией. Вот, есть узлы-аудиторы, те, кто, ну, это может быть какая-то там сторонняя организация, которая просто готова своим авторитетом подтверждать правильность действий, ну, то есть, проверять. Это может быть, не знаю, общественная организация, может быть, какой-то именно аудитор, вот. Разные варианты возможны. И есть легкие клиенты, ну, по сути, это там библиотеки для встраивания непосредственно в приложения, вот, в какие-то клиентские уже устройства. Например, там, в сайт госуслуг, да? Да, да. Вот, с помощью которого можно запрашивать информацию из узлов, проверять так называемые криптографические доказательства, вот, и, там, в определенной степени быть уверенным, при этом не обладая всем объемом данных, вот. Соответственно, там, для каждой, для каждого внедрения, вот, подбирается, там, своя конфигурация валидаторов, аудиторов и, ну, легких клиентов с точки зрения... Ну, да, для очереди на жилье, то есть там люди могут, получатели услуг, собственно, они могут, как ты говоришь, вот, проверять, запрашивать, там, проверять информацию. Да, да, у них есть способ через Blockchain Explorer, ну, это просто приложение, с помощью которого можно просматривать, вот, убедиться, ну, во-первых, там, оформляя заявку, они получают также этот хэш, вот, он, там, свидетельствует о месте этой заявки в блокчейне, ну, в конкретном блоке, вот, и дальше, там, проверяя какие-то, там, действия, можно, там, математически, там, убедиться, что твоя заявка была включена, там, в конкретное распределение, но почему-то в нем не поучаствовала по логичным причинам, ну, в смысле, в соответствии с той бизнес-логикой, которой она сделана, вот, и, ну, это, там, с нашей точки зрения существенным образом повышает доверие к процессу распределения. Это в Пермском крае, да? Да, да. Я так понимаю. Какие-то еще в России есть кейсы? Так, ну, у нас есть еще, например, одно из последних внедрений, это для группы Полипластик, мы сделали маркировку полиэтиленовых труб, вот, но они в первую очередь производят трубы для ЖКХ, там, какие-то, канализацию. Ну, это крупнейший производитель в России. Да, они занимают, там, больше половины российского рынка, вот, при том, что рынок, ну, в количестве производителей довольно большой, там, порядка ста производителей на рынке существует. И, ну, вот, там, для классического, ну, для просто гражданина, ну, с одной стороны, как бы, где он и где полиэтиленовые трубы, а с другой стороны, вот, трубы у нас закопаны под землей, вот, блага общества в виде, там, горячей, холодной воды и канализации мы получаем именно по трубам. И, ну, полиэтиленовые трубы чем хороши? Тем, что они, там, могут служить десятки лет. Именно, этиленовые. Ну, короче, полипластиковые трубы. Хорошо, хорошо. На рынке российском есть большая проблема, связанная с контрафактом, там, по разным оценкам, там, от трети до четверти труб, продаваемых на рынке, они контрафактные, вот, ну, соответственно, там, сделаны не из нужного, не из, там, положенного по стандартам среди. Ну, некачественные, грубо говоря. И, скорее всего, там, не тем производителем, который промаркирован на этикетке, ну, прописан, маркирован тут лучше не использовать слово, и в связи с этим, получается, там, государственные, ну, в первую очередь, там, деньги, которые граждане платят на ЖКХ, которые идут на эти трубы, вот, они тратятся не на то, ну, на контрафактное изделие. Это контрафактное изделие закапывают в землю, и, там, срок службы у него, там, в разы меньше, там, в результате мы получаем какие-то аварии зимой, вот, отключение воды, вот, отключение теплоснабжения. Ну, а тут приходит экзонум. Да, без относительного выбора конкретного блокчейна, вот, мы построили на экзонуме решение, которое позволяет отслеживать трубы от сырья, которое было для них использовано, до, вот, все этапы их цепочки поставок, до момента, когда она закопана в землю. И это позволяет, там, компаниям, которые непосредственно осуществляют закупку и закапывание труб... Убедиться в том, что это именно фирменный, грубо говоря, товар. Вот, ну, и позволяют, соответственно, производителям избавиться от контрафактных изделий на рынке, вот, которые, ну, существенным образом... Какие-то исследования уже были, там, которые позволяют говорить о том, что, там, не знаю, там, уровень, объем контрафакта, там, он снизился за счет... Нет, мы запустили относительно недавно, запустили это решение в сентябре, вот, ну, плюс, там, в будущем нам нужно еще найти способы взаимодействия с ЦРПТ, как основным маркировщиком всех товаров в нашей стране. Вот, тут есть над чем работать, вот, в принципе, у нас большие планы именно на рынок отслеживаемости, прослеживаемости товаров. А, как кто-то еще... Это, кстати, большая достаточно тема. Ну, так, просто спрошу, да, то есть есть какие-то еще корпоративные клиенты, ну, типа, как полипластик, которые готовы это все использовать, вот, как раз для отслеживания товаров, там, цепочек подставок? Да, да, у нас большой пул клиентов в эту область. Ну, скажем, любая индустрия, в которой есть, там, большая компания, и на этом рынке присутствует, там, существенная доля контрафакта, там, я не знаю, кабельная ассоциация, к примеру, вот, мы с ней переговоры ведем. Ну, и, там, история с трубами, она же, ну, там, не только про полипластик, она еще про ассоциацию производителей, там, труб. То есть это какие-то отраслевые объединения, да, которые готовы, там, с какими-то системными проблемами бороться, и где можно использовать, собственно, блокчейн. Ну, опять же, таки, классический пример, много участников, которые в определенном смысле друг другу не готовы доверять. Да, ну, в целом, они готовы решать системные проблемы, какие-то, там, объединиться в какой-то степени, там. Именно так. У вас появилось в прошлом году еще одно направление в Bitfury, это пакет таких, пакет приложений для Lightning Network, да? То есть это, там, решение второго уровня для биткоина, которое позволяет очень быстро переводить транзакции. То есть в основном это, я так понимаю, Lightning, он используется, там, в каких-то быстрых таких услугах, торговле и так далее. Можешь вот про это рассказать? Почему вы решили вообще открыть, это Pitch, да, называется? То есть это как абрикос, да, вишенка. Персик. Персик, персик. А почему вы решили открыть направление? Ну, мы являемся, там, полноценной блокчейн-компанией. Вот у нас есть решения в разных отраслях, связанных с блокчейном. Вот. Lightning и Pitch – часть, вот, стратегии по диверсификации бизнеса. Вот. Собственно, сам Lightning сделан для того, чтобы позволить биткоину стать не только инвестиционным активом, но и платежным. Ну, он и сейчас используется как платежный актив, когда нужно, там, перевести деньги, там, между странами, между… ну, заплатить за какие-то услуги. Вот. Но, там, заплатить за кофе с помощью биткоина, ну, относительно сложно, потому что, там, транзакция… Во-первых, комиссии, там, не очень низкие, а во-вторых, там, время совершения транзакции, там, ну, блок генерируется раз в 10 минут. Вот. Есть, там, технологические ограничения. Вот. Для этого придумали Lightning как некоторую надстройку. Вот. И, ну, наша стратегия в этом смысле – это создание на основе Lightning вот экосистемы платежей, вот, которая бы позволила, в частности, решить, там, проблемы людей, у которых вообще нет доступа к банковской инфраструктуре. Ну, скажем, там, люди, проживающие в Африке, для которых… у которых нет счета в банке просто потому, что, там, их доход и объем денег, которыми они оперируют, недостаточно для того, чтобы банку было выгодно с ними взаимодействовать. И они, ну, в настоящий момент часто используют просто, там, мобильные телефоны и вот счет, там, сим-карты, по сути, ну, сколько денег на мобильнике у них лежит, вот они, переводя эти деньги, по сути, имеют доступ к какой-то банковской структуре, ну, системе, вот, хотя и существенным образом, там, урезанной и специфичной. Вот, Lightning и решения, построенные на его основе, такие как Pitch, могут решить эту проблему для очень широкого круга лиц. Ну, по разным оценкам, там, от миллиарда до двух просто не имеет доступа к банковским услугам, но при этом существенная часть этих людей имеет мобильные телефоны, вот. И, ну, мы сейчас активно прорабатываем разные партнерства, которые позволили бы нам получить доступ к вот этим вот миллиарду двум людям, вот, а мы бы со своей стороны привнесли технологию, которая позволяет, там, существенным образом упростить операционку, ну, к примеру, для телеком-компаний и позволить осуществлять через эту платежную инфраструктуру платежи не только, там, внутри страны, внутри, там, города, не только оплату, но еще и, там, трансграничные переводы, в которых, там, биткоин и вообще криптовалюты имеют очевидное преимущество, поскольку не нужно делать, там, миллион конвертаций. Я так понимаю, у вас есть, там, как приложение для мерчантов, да, то есть для торговцев, для бизнеса, в питч, в составе питч. А с точки зрения пользователя, это как выглядит? То есть у него должен быть кошелек, биткоин, приложение кошелька с поддержкой Lightning Network, правильно я понимаю? Ну, мы стараемся обернуть это в полностью юзер-френдли. Вот, то есть Lightning довольно сложная технология, в определенных вопросах шероховатое, и ей, вот, простому, там, неподкованному человеку очень сложно пользоваться. Вот, поэтому мы пытаемся, там, создать не только пользовательское, там, но и для мерчантов, ну, в общем, полноценное платежное решение, там, со всех сторон, вот, которое бы было юзер-френдли, и, ну, по сути, прятало бы под себя, вот, все, вот, термо-технологические вопросы, связанные с тем, как она работает, вот, там, чтобы, там, ничем не отличалось, не знаю, от того же, там, Kiwi кошелька или Яндекс.Денег, ну, условно. Так, а для пользователя у вас есть какие-то решения? Ну, да, часть, часть это экосистемы, это в том числе пользовательские приложения. Ну, я к тому, что я, опять, смотрел, да, питч, я просто не нашел, там, как, где, типа, там, как приложение скачать или кошелек какой-то, или как... Это просто связано с нашей стратегией того, как мы попадаем, ну, собственно, к клиентам. В данном случае мы целимся на партнерство с, там, теми компаниями, которые уже имеют доступ к клиентам, которые уже с клиентами, с конечными взаимодействуют, вот, хорошо их понимают, могут им что-то предложить, и вот на основе таких партнерств мы планируем в этом сегменте рынка работать. А вы, насколько вы оцениваете вообще потенциал именно Lightning Network, то есть, ну, там же есть какие-то конкретно достаточно показатели, ну, то есть, на ваш взгляд, это будет развиваться, и, то есть, это стоит, там, того, чтобы под него что-то делать? Ну, делать предсказанное... Ну, мы в целом верим в децентрализацию, в криптовалюты, ну, в частности, в биткоин, и в то, что здесь большой потенциал именно... Ну, во-первых, есть вот названные два миллиарда людей, у которых просто нету доступа к, там, существующей системе, вот. Во-вторых, есть большой запрос у людей, у которых есть доступ к существующей системе, к тому, чтобы получить доступ к инструменту более надежному, менее зарегулированному, вот. И в этом смысле у Lightning, ну, и у нашего решения Pitch есть большое будущее. А какие-то уже показатели есть в результате работы? Вот в данном случае я бы не стал их раскрывать. Я хотел спросить, собственно, вот что. Окей, у вас есть производство майнингового оборудования со своими чипами, у вас есть большой сегмент, связанный с внедрением блокчейна в экономику, в госуслуги и так далее, у вас есть какие-то решения типа Pitch, сколько это денег вообще приносит компания? То есть, там, можешь ли ты назвать какие-то цифры там по выручке, по прибыли годовой, там, квартальной и так далее? Ну, последняя цифра, которую я могу назвать, наиболее актуальная, она за 2018 год мы получили выручки порядка полумиллиарда долларов. Вот, ну, это по всей группе. Вот, за Новый год, ну, за 2019, за прошедший, мы еще не подвели итоги, вот, ну, там... Ну, а в целом, лучше, хуже. Наверное, будут немножко, насколько-то меньше цифры, вот, ну, просто ввиду того, что рынок стагнировал. Вот, но думаю, что доля рынка наша вырастет при этом. Слушай, ну, полумиллиарда долларов – это существенная сумма, я бы так сказал, по крайней мере, там, даже с точки зрения выручки. Да, дело в том, что здесь буквально недавно, там, может, неделю назад, Брэд Гарлингхаус, глава Ripple, он поднял такой вопрос, поднял тему, связанную с тем, что он спрогнозировал, что разные блокчейн-компании, они в 2020 году могут выйти на IPO. И с учетом того, что наша компания, ну, это Traders, она тоже предлагает, там, инвестиции в IPO американских компаний, и, конечно, это в основном технологические компании. И, кстати, далеко не все из них какие-то, там, супербольшие, суперкрупные, но, тем не менее, они, там, не боятся размещаться на, там, американских биржах, да, там, ну, прежде всего, на Нью-Йоркской. Хотел спросить, то есть у тебя есть ли планы у Bitfury стать публичной компанией? Ну, мы такие планы обычно не комментируем. Вот, в целом, если абстрактно рассуждать про, там, компании на рынке блокчейна, вот, ну, и, в частности, биткоин, майнинга биткоина, то для того, чтобы провести IPO, успешное IPO, вот, необходимы соответствующие рыночные условия, вот, в первую очередь. И, возможно, ну, для, там, какого-то набора компаний, там, через год или полтора после халвинга, там, окно возможностей для IPO откроется. То есть не исключаешь таких планов, скажем так? Ну, мы их не комментируем. Ну что, Иван, тогда спасибо за разговор. Надеюсь, что у вас все будет хорошо. Все-таки для меня Bitfury, это, наверное, такая блокчейн-компания, хотя бы отчасти связанная с Россией, с нашими гражданами. Я лично очень рад, что такая компания есть. Напомню, мы говорили с Иваном Масловым, операционным директором компании Bitfury в России, говорили о том, как превратить технологии блокчейн в прибыльный и большой бизнес. Напоминаю, что это был криптоподкаст. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Также у меня есть телеграм-канал, называется Ниходлер. Тоже подписывайтесь. У меня там много дополнительного контента. Ну, а так, в общем, завершаем. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok